ТЭЦ-3 в Красноярске дает меньше тепла, чем требуется. Новый котел, который недавно установили энергетики, не прослужил и года без ремонта. И сейчас в отопительный сезон ведутся восстановительные работы. Причем буквально этим летом краевые депутаты предоставили энергетикам льготы на сумму более 3,5 миллиардов рублей. Куда ушли деньги и как будем греться зимой? Репортаж Василиса Лукашевич. Это и современно, и мощно, и красиво. Август прошлого года. Тогда еще мэру Пимашкову показывают почти готовый энергоблок. Говорят, прежней мощности ТЭЦ уже не хватает, чтобы обеспечить теплом растущий советский район. Вот спасение. Современный котел за 13 миллиардов рублей. Но с 14 октября новое оборудование стоит на ремонте. Ведутся сварочные и прочие работы. Температура на выходе из теплосети на несколько градусов ниже нормы, несмотря на то, что сейчас за окном плюсовая температура. В ТГК заверяют, ремонт плановый. Вопрос, почему нельзя было решить проблемы до отопительного сезона? Летом тоже проводили определенные ремонтные работы. То есть в сезон отопительный он не мешает. У нас же там есть и другое оборудование, которое позволяет на сегодняшний день поддерживать заданный режим. Почему он же новый? А вы берете машину новую и через 16 тысяч гоните на техобслужение. Итак, новый котел пришлось латать и летом, и сейчас. Хотя предыдущая зима не была холодной и работал энергоблок всего несколько месяцев. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что летом законодательное собрание края приняло решение о предоставлении льгот энергетикам. Благодаря стараниям депутатов, генерирующим компаниям удастся сэкономить 3,7 миллиарда рублей в ближайшие годы. Отчитываться за сэкономленные средства никто не будет. Парламентарий Олег Паченко предлагает заставить отчитаться. Он изначально был против послабления для энергетиков. У нас никогда этого и не бывает. Мы отдали деньги? Отдали. Я просто предлагаю такую штуку. Я думаю, что это найдет поддержку, безусловную поддержку. 3,7 миллиарда рублей – это огромная сумма. Получает ее не нуждающиеся, а получают ее нынешние дворяне, так назовем энергетиков, которые уже 20 лет, используя бывшие наработки Советского Союза, чувствуют себя просто более чем превосходно. Но даже исправный котел не выдает количество тепла по нормативу. К примеру, если на улице минус 30, то на выходе из теплосети вода должна быть 136 градусов. Максимальное значение, которое реально может обеспечить ТЭЦ-3 – 124. Несложно представить, какая зима ожидает жителей Советского района, если энергоблок вдруг снова потребует планового ремонта в разгар отопительного сезона. Василий Солкашевич, Константин Шубкин, Новости ТВК.